Добрый день, в эфире программы «Особое мнение». Микрофон Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает начальник отдела по работе на фондовых рынках «Вятка Банка» Михаил Котлов. Михаил, добрый день. Добрый день. Давно у нас не было эксперта по экономическим вопросам в студии. Тема цирейс не будет сегодня пообщаться, потому что, конечно же, новости приходят каждый день. И в последнее время, как мне кажется, вы сегодня нам расскажете, как мне кажется, именно внешнеполитические условия диктуют движение наших рынков, движение валюты, а может быть сказываются и на каких-то других вещах, связанных с экономикой. Но вот первый вопрос, первую тему, которую я хочу нам задать, она, как мне кажется, с внешними событиями, внешнеполитическими, не связана. Тем не менее, она точно сказывается на всех нас, на россиянах, как потребителей банковских услуг. Я сейчас процитирую РБК. «Сокращение сети филиалов в настоящее время осуществляет Сбербанк, Ситибанк, Хомкредитки, Русский Стандарт». РБК поясняет, что связано это со стремлением банков экономить и переводить максимальное количество операций в онлайн. Вы знаете, вот когда читаешь такую новость, кажется, ну, в общем, это дело бизнеса, что хотят, то и делают. Хотят в онлайне, хотят в оффлайне, да. Но, в общем, представляешь огромные масштабы нашей страны, и несмотря на то, что отчитываются разные ведомства о том, как у нас гигантскими темпами идет интернетизация, так скажем, страны, все-таки это тебя напрягает. Я как-то тоже, несмотря на то, что в интернете всегда и постоянно, мне всегда хотелось, чтобы был какой-то офис, куда я могу дойти ножками и задать вопрос какому-то эксперту. А мы здесь видим, что есть такая тенденция, что крупнейшие игроки на рынке банковских услуг глобально сокращают количество офисов. Вот по Вашему мнению, стоит ожидать, что таким же образом поступят и более мелкие финансовые учреждения, в том числе и регионального значения? Стоит ли ожидать сокращения филиалов банков региональных? Ну, с моей точки зрения, во-первых, я выскажусь как потребитель сам банковских услуг, да. Хотя я сам работаю в банке, но я также являюсь обычным потребителем банковских услуг. Мне лично онлайн-банкинг, оплата штрафов, платежей через интернет, она намного облегчила мою жизнь. Мне не нужно никуда ходить, стоять в очереди, чтобы оплатить какой-то штраф или какую-то платежку по ЖКХ. Я все это делаю дома, со своего компьютера, либо даже с приложения, которое у меня установлено, банковское приложение установлено на телефоне. Я могу совершить любой платеж. Для меня это очень удобно и экономит колоссальное количество времени. Другой вопрос, что... Ну, это вы в Москве живете, конечно. Почему? Почему это может сделать в крупных городах любой потребитель, который, конечно же, имеет хорошо пользоваться интернетом, компьютером и так далее. Естественно, мы должны понимать, что, хотя, так сказать, проникновение интернета у нас сейчас достаточно большое, там процентов 70, но реально мы должны понимать, что хорошо пользоваться интернетом умеет лишь, ну, наверное, процентов 30 людей. А остальные, ну, могут, там, посмотреть какую-то, найти через Google, там, страничку в интернете и так далее. Но пользоваться, там, каким-то банковским приложением, тем более, там, заполнять, когда вы пользуетесь онлайн-банкингом, вам нужно, там, заполнить платежку, да, то есть все реквизиты с квитанции перенести в компьютер и так далее. Это может составить для них трудность, вот, поэтому, конечно же, большинству людей более привычно прийти с платежкой просто в банк или, там, воспользоваться терминалом, который принимает деньги, да, и оплатить это. Вот. Стоит ли нам ожидать сокращение офиса в региональных банках в таком случае? Как вы думаете? Ну, я думаю, что... Мы понимаем, что гигантская действительно экономия, не надо содержать, арендовать или покупать офисы, не надо оплачивать работу сотрудников, электронные платежи, электронные переводы гораздо ближе к абсолютной прибыли, нежели старый способ службы. Я думаю, что вот сейчас в основном сокращение вот этой сети у крупных банков больше связано не с тем, что они переводят платежи в интернет, а с тем, что просто они пытаются закрыть те подразделения, которые нерентабельны. Потому что если у вас не окупается просто отделение, которое у вас стоит, то сейчас в данных условиях на самом деле нужно понимать, что банковская система России в достаточно тяжелом находится положении, потому что проблема стоит с кредитованием. Сейчас трудно найти хорошего кредитора. И на самом деле все банки столкнулись с тем, что они не могут наращивать свой кредитный портфель. Из-за того, что экономика фактически стагнирует, качество заемщиков снизилось, и вот эта проблема кредитования стоит практически перед всеми банками. И поэтому маржа банковская, то есть эта разница между стоимостью привлеченных денег и размещенных, она сужается. И, естественно, банки в этих условиях пытаются хоть как-то оптимизировать свои вот эти постоянные расходы, которые являются административные расходы на содержание офисов, на зарплаты и так далее. То есть они в первую очередь как-то пересматривают свою сеть и смотрят, какие отделения там нерентабельные, что можно закрыть. То есть я не думаю, что это связано с тем, что просто закрывают, потому что хотят людей перевести на онлайн-банкинг. То есть онлайн-банкинг идет параллельно, то есть людей приучают к тому, чтобы они пользовались банковскими услугами через интернет. А сокращение сети и административных расходов идет параллельно, и они как-то не особо пересекаются. Другой вопрос, что, конечно же, если говорить о онлайн-банкинге, как я уже говорил, для людей, которые не особо являются такими продвинутыми пользователями интернета, или даже есть же у нас в России очень много мест, достаточно отъехать буквально за 5 километров от любого крупного города, и там уже нет никакого интернета и так далее. Поэтому там людям нужно либо ехать в ближайшее отделение банка, либо там, где оно есть. Оно может быть даже нерентабельно, но, наверное, там останутся только отделения таких банков, как СБЕР, например, которые несут на себе, ну, скажем так, социальную нагрузку. Да, спасибо. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты. Напоминаю, это особое мнение начальника отдела по работе на фондовых рынках Вяткобанка Михаила Котлова. Через минуту будем говорить о том, что происходит со ставками на вклады. Возвращаемся в студию. Микрофон работает Светлана Занько. Это особое мнение, но не мое, а Михаила Котлова, начальника отдела по работе на фондовых рынках Вяткобанка. Михаил, в марте 80-15 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам. Такова статистика. А вот каковы причины? Хотелось бы разобраться. Ну, причины простые из-за того, что, ну, если мы вспомним после финансового кризиса 2008 года, в кризис всегда ставки растут, потому что банки пытаются затормозить от топ-вкладов. Потом, когда ситуация успокаивается, инфляция снижается, и банки, соответственно, снижают стоимость депозитов. Но если мы даже сравним два периода, который был после кризиса 2008 года до 2011 года, да, это один период. И сейчас второй период, когда второй раз в 2014 году начали падать цены на нефть, и сейчас они там стабилизировались, но на ценах, которые примерно в два раза ниже, чем были в 2014 году. Вот это к чему привело? К тому, что вот сейчас второй кризис, который уже имеет внутреннюю совершенно российскую природу, то есть природу структуры экономики российской, то есть российская экономика и потребители пострадали от того, что у нас структура экономики такова, что мы, к сожалению, за последние 15 лет так и не ушли от своей сырьевой зависимости. Мы абсолютно не перестроили свою экономику, и точно так же, даже, может быть, больше, мы зависимы от цен на нефть, чем это было в начале 2000-х годов. И вот последний внутренний российский кризис, связанный с падением цен на нефть на внешних рынках, он привел к тому, что реальные доходы населения существенно снизились, и фактически они не растут после того, как они провалились в 2015 году. И, естественно, это уменьшает как потребление людей, так и их реальные доходы. И все это ведет к тому, что инфляция существенно снизилась. Вот сейчас она снизилась, ну, по официальным, скажем так, данным, да, мы оперируем официальными данными. Инфляция составляет с начала года 4,3% годовых, это вообще исторический максимум для современной России. Центральный банк считает, что официальная инфляция уже будет ниже 4% в мае месяце. Вот. Соответственно, вот на своем последнем заседании, которое было в марте, Центральный банк опять начал политику снижения ставок. Но, как мы видим, все-таки ключевая ставка, она значительно выше, чем официальная инфляция. То есть мы сейчас имеем положение, в котором реальные ставки, то есть ставки за вычетом официальной инфляции, они положительные. То есть если инфляция 4,2%, ставка в банке там 8, да, то мы имеем... Ставка в банке на депозиты. Да. А ставка в банке там 8. Около 8 сейчас вообще. Да. То мы имеем то, что люди имеют реальный доход по депозитной ставке там 3,8. Сейчас ставка, то есть 8 минус 4,2, 3,8. Около 4% реальная ставка. Это очень высокая ставка. То есть то, что человек реально зарабатывает на вкладе. Да. За вычетом официальной инфляции. Естественно, мы говорим об официальной инфляции, потому что инфляция вещь такая, она для каждого потребителя разная. Вот. Для небогатых слоев населения она может составлять там и 15%. Чем богаче человек, тем у него структура потребления совершенно другая, и для него инфляция там совершенно другая. Но мы берем какие-то средние цифры, оперируем, с которыми работает РУСТА. То есть мы сейчас находимся в состоянии, когда ставки по депозитам в реальном выражении они положительны. Вот. И плюс банки, опять же повторяю, столкнулись с ситуацией, когда они столкнулись с проблемой кредитования. То есть они привлекают вклады, а эти же деньги нужно, стоимость этих денег нужно отработать, то есть выдать кому-то кредит. А выдать кредит проблема. Поэтому... Почему проблема? Ну, еще раз повторяю, из-за состояния экономики, потому что экономика стагнирует. То есть вы сказали, что качество клиентов, которые кредитуются, сильно упало. Да. То есть мало запросов от качественных клиентов на кредиты. Ну, во-первых, я даже скажу такую тенденцию, что качественные клиенты практически не кредитуются. Почему это происходит? Потому что в условиях, когда спрос стагнирует, предприятие не видит необходимости в новых инвестициях. Ведь вы будете делать новые инвестиции, новое оборудование, новые цеха, если вы видите, что спрос в будущем будет расти. Но если вы этого не видите, то вы ни во что не будете инвестировать в новые, и, соответственно, у вас нет необходимости в кредитных ресурсах. Это очень странно, потому что все это время, время кризиса, санкций и прочего, мы заявляем о том, что правительство заявляет о том, что это прекрасный период для того, чтобы развивалась и промышленность, и другие производства, поскольку импортозамещение. Поскольку вот, пожалуйста, вам санкции, и сейчас нужно замещать своими продуктами. Но все не совсем так. Ну, конечно, в реальности не совсем так. Ну, мы скажем так, что доля там российских продуктов увеличилась, конечно, в магазинах. Но нужно понимать, что у сельхозпроизводителей, у них свое отдельное кредитование идет через, в основном, через Россельхозбанк, потом они там субсидии различные государственные получают. С продуктами все понятно, а с промышленным производством... Да, а вот с обрабатывающей промышленностью, ну, абсолютно там не видно никакого импортозамещения. У нас есть там какое-то развитие оборонной промышленности, но оно идет просто за счет оборонзаказа. А обычные... То есть это не кредитные, не банковские деньги, это федеральные инспекции, которые поступают на промышленность. Конечно, да. А обычное предприятие, ну, скажем, которое там производит какую-то продукцию, которая нацелена на массового потребителя, он не видит, что в будущем вырастет спрос на его продукцию, соответственно... Именно потому что у населения доходы не растут, а падают. Да, потому что ведь движущая сила экономики – это спрос. Если нету спроса, нету развития экономики. Вот, поэтому банки в условиях вот сложности с кредитованием, они, естественно, пытаются... Им не нужны деньги. Вот сейчас, если посмотреть на денежный рынок в России, мы перешли в стадию, когда у банков избыток денег. И сейчас они вынуждены размещать очень, ну, значительную часть своих ресурсов просто на межбанковском рынке, чтобы, ну, хотя бы хоть как-то отбить стоимость денег. Межбанковский рынок – это что имеется в виду? Какие инструменты? Ну, это кредитование между банками. То есть, невыгодно банкам сейчас привлекать средства населения? Дорого, да. Дорого это слишком. Не берут кредиты качественные клиенты, потому что мало инвестиций в развитие бизнеса крупным промышленным предприятиям, например, да? Ну, и я уж не говорю про мелкий бизнес, потому что, с моей точки зрения, мелкий бизнес сейчас вообще перешел на такой жесткий режим экономии и самоокупаемости. То есть, никаких кредитов? Они максимально пытаются никаких кредитов не привлекать. Это тот, это из тех, кто выжил, потому что, ну, вот такой простой пример, я тут ездил в город Обниск, где я учился в институте на юбилей к своему однокурснику. Вот среди, там, однокурсников у меня, у троих человек свой достаточно большой бизнес, это у людей, у которых либо свои, там, фабрики есть, либо заводы. Так вот, из трех этих человек двое закрыли за последний год свой бизнес. То есть, это не просто ларек какой-то, это не просто магазин какой-то, фабрика и завод, это производство реальное. Да, реальное производство. И что закрыть свои производства. О каких кредитах тут речь может идти? А как долго специалисты прогнозируют эту ситуацию, она будет длиться? Или мы ничего не можем сказать в силу того, что, несмотря на то, что кризис уже внутренний, но внешние-то причины влияют на него, конечно? Ну, я не думаю, что как-то внешние причины особо на него влияют. Ну, как же не влияют? Если вот после последних сирийских событий страны-союзники, там, да, Британия и США с новыми санкциями, новыми санкциями грозят Россию? Ну, давайте мы реально посмотрим, что такое санкции против России, да? Это фактически санкции против выезда из России узкого круга людей. Ну, это, что касается частных лиц, это узкий достаточно круг людей. Причем это им там запрещено въезд в Евросоюз или в Америку. Ну, не совсем так, Михаил. Потом есть ограничения на внешнее финансирование, там, привлечение на долговых внешних рынков, там, Сбербанков. Чем он прекрасно пользовался все это время? Ну, на самом деле, они сейчас ему и не нужны. Может быть, Сбербанку и не нужно, но я вам приведу ответ другие примеры. Вот вы говорите, что такое санкции, они нам ничем не повредили. Ну, как же нет? Вот у нас буквально недавно был эфир по лесной обрабатывающей промышленности. Человек, у которого хорошее предприятие не только вышли на поставки за рубеж химии, специально обрабатывающей дерево. Вот как раз с вводом санкций, с ним перестали работать и финны, и поляки, и прочее. Они просто перестали. Там, может быть, даже это нет, в каком-то списке не состоит эта химия, но зарубежные партнеры отвалились сами собой. Это первое, да, например, что касается санкций и финны на массу. Ну, это может быть... А второе, те же продукты, например. Может быть, конечно, наше сельское хозяйство и получило какую-то фору, чтобы развиваться в связи с тем, что польские яблоки у нас тракторами давят, и гусей, и так далее. Но как-то я вот не вижу, чтобы массово, например, возрождалось село. Существует несколько крупных в каждой области корпораций, которые раньше прекрасно... Естественно. Село оно и не будет возрождаться в том виде, в каком оно существовало, скажем так, 50 лет назад. А не возрождается именно потому, что люди и доходят, а падают? Будут. Сейчас все развитие сельского хозяйства идет через развитие крупных холдингов, а не через какие-то колхозы, совхозы. Да, а люди-то живут на селе, им же тоже как-то надо жить. Они не все работают в крупных холдингах. Но это бы происходило и без санкций. То есть, вот смотрите, может быть, у кого-то там с кем-то партнеры перестали работать. Хотя это странно, потому что список санкционных корпораций или предприятий, он достаточно узкий, вот, а все остальные очень успешно продолжают экспортировать свою продукцию за рубеж. Вот возьмем наши крупнейшие холдинги российские, которые, например, химией занимаются. Я там, начиная от Еврохима, у которого там в нашей области Кирово-Чапецких химкомбинатов, Фосагра, там, Акрон, там, вот все эти химические гиганты, они успешно продолжают экспортировать свою продукцию и в Европу, и в Америку. И у них даже, вот, по последней отчетности доля экспорта только нарастает. Но зато они прекрасно отчитывались, кстати, здесь тоже химкомбинат отчитывался, и он показал, насколько им сейчас тяжело, потому что за это время выросли серьезные конкуренты, которые поставляют свою продукцию из Африки и Китая по пути, который в 3, 4, а то и 5 раз дешевле, чем из России поставили. Но это не из-за санкций произошло. Нет, не из-за санкций, это уже другая история совершенно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего перейдем к вопросу о народных облигациях. Надо пояснить народу, что же это такое, для кого это придумано. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светланы Занько свое особое мнение сегодня высказывает начальник отдела по работе на фондовых рынках Вяткобанка Михаил Котлов. В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов анонсировал новый правительственный проект – выпуск так называемых народных облигаций. Вот уже сейчас, в середине апреля, они станут доступными. И вот когда мы с вами разговариваем, я не вижу, что вот уже объявили о том, что они запущены в оборот, но заранее разберем этот вопрос. Заявлена доходность по облигациям 8,5%, в период обращения 3 года. Вот кажется, что вполне приличная доходность, и кажется, что ОФЗ, для народа так их называют, это серьезная альтернатива вкладам. Давайте разберемся, так ли это. Ну, с моей точки зрения, это такой просто пилотный проект. На самом деле, если мы посмотрим на объемы, которые предполагаются выпускать, всего 20 миллиардов рублей. Ну, это вообще в объемах страны, да, вот, скажем, там, у Вяткобанков, да, у регионального, там, банка, вкладов, там, ну, я имею в виду юридических лиц, и там, физических, там, скажем, около 8 миллиардов. А тут на всю страну, там, всего 20 миллиардов. То есть, ну, это такой пробный, условно говоря, проект, вот, причем он, мне кажется, достаточно сомнительным. Ну, с какой точки зрения, вот, давайте с вами посмотрим, если, предположим, они, средняя доходность 8,5%, да, годовых. Кто будет пользоваться этим продуктом? Если, например, я вкладчик, у которого сумма до 1 миллион 400 рублей, то, в принципе, я могу вообще выбрать любой банк, не задумываясь о его качестве, потому что в случае, там, отзыва, лицензии у этого банка мне все равно СВ компенсирует. Агентство страхования вкладов. Да, агентство страхования вкладов компенсирует и сам вклад, и проценты, которые были начислены. Вот, а если у меня сумма свыше, там, ну, какие-то десятки миллионов или сотни миллионов рублей, то эти люди давно уже либо сами финансово грамотные и выходят на финансовые рынки, либо пользуются, там, в банках есть отделы по ВИП-обслуживанию, им, там, продукты различные предлагают, то есть они напрямую, там, все равно имеют как-то выход на рынок. То есть я не вижу вообще, как бы, ну, такой реального потребителя, которому это нужно. Ну, я думаю, что это будет выглядеть следующим образом. Сбербанку, там, ВТБ спустят план, что вот вы, там, всем предлагайте, там, вот эти облигации, да, и они как-то, там, будут пытаться на местах, вот эти, в бумажной форме, эти облигации, ВФЗ, да, трехлетние, просто их предлагать людям. Ну, кому-то удастся их навязать, кому-то, там, не удастся. Но 20, еще раз повторяю, 20 миллиардов, это такая сумма, ну, она маленькая вообще. А для чего этот эксперимент вообще придуман? Ну, заявляется, что это для повышения финансовой грамотности, но я не думаю, что это приведет вообще... Да, да, ну, я считаю, это абсолютная глупость, потому что финансовая грамотность, она повышается с помощью других инструментов. Это нужно, начиная со школы, там, вводить какие-то уроки по финансовой грамотности. Вот, ну, наш банк, например, проводит, там, в школах... Многие банки это делают. Да, многие банки это делают. Потому что наши региональные точно все, и Хлынов, и Лярко-банк, все делают. Банки... Сбербанк тоже это делают. Банки сейчас специальные курсы даже для пожилых людей там устраивают. Где они доносят до них, ну, вот, занимаются повышением финансовой грамотности. А то, что какой-то бабушке там в отделении там навяжут вот эту облигацию, вместо того, чтобы она просто положила вклад, и назвать это повышением финансовой грамотности, ну, не корректно. Ну, бабушки, ты еще помнишь, советские облигации. Эти облигации в больших количествах у нас еще хранятся в дальних ящиках. Да, да. И с этими облигациями были большие, конечно, проблемы. Хотя казалось, что это очень простой инструмент. Ты покупаешь, ты ждешь три года, и по истечении трех лет ты получаешь соответствующую сумму, которая легко рассчитывается. Ну, знаете, мне кажется, тут еще проблема в чем, что три года это достаточно длительный, все-таки, даже сейчас для России срок прогнозирования своего вклада. Вот. Я думаю, оптимальный он как был примерно, так и остался. Оптимальный срок для прогнозирования своего вклада это год. Почему? Ну, потому что у нас достаточно часто меняются экономические условия. Да и в банковской системе много чего меняется. И в банковской системе много что меняется, и в экономике. Ну, скажем там, то вдруг рубль там начнет слабеть, то нефть падает там, то... Лицензию целого такого. Да. Ну, то есть, на три года что-то там прогнозировать, это вообще достаточно сложно в нашей стране. Вот. Поэтому, ну, я как-то... Мне кажется, это чей-то проект такой, люди сказали, там, в Центральном банке, давайте там разместим через людей. Вот через, в основном это будет, скорее всего, через квазисуверенные банки, там, это Сбербанк, ВТБ. Вот, давайте попробуем разместить там, посмотрим, что из этого получится. Вот и все, я не вижу тут какой-то... Я, вот, я лично считаю это неинтересным продуктом. Потому что, и учитывая еще, что банки будут брать комиссию, да, за продажу этого продукта, какова она будет, непонятно. Некоторые даже называют там цифру вплоть до полтора процента. Вот, то есть, восемь с половиной минус полтора, это уже семь там, да? В то время как депозиты около восьми сейчас. Да, в коммерческих банках, в Сбербанке там уже около шести, вот, но даже в хороших там коммерческих банках, это там пока еще около восьми. А тогда о каких вообще мы сейчас можем говорить правилах сбережения и накопления денежных средств? Ну, про накопление, мне кажется, в последние годы вообще, ну, как-то, ну, я не знаю. Да, у людей сейчас вообще очень мало остается денег для накопления, надо это совершенно точно признать, потому что, я еще раз повторяю, вот этот внутренний российский кризис, который начался в 2014 году в связи с падением цен на нефть, он привел к тому, что реальные доходы населения упали, и просто, ну, уже у людей мало остается, что сберегать. Потому что все, ну, практически основное уходит, это на оплату ЖКХ и на питание. Ну, на такие обычные, самые элементарные вещи, которые нужно оплатить. И там больше ничего не остается. Ну, по-прежнему, если я правильно поняла из нашего сегодняшнего с вами разговора, по-прежнему, если все-таки хочется чего-то и может что-то накапливать, мы рассматриваем стандартные банковские рублевые депозиты, средняя ставка которых сейчас около 8%, и рассматриваем горизонт инвестирования в один год. После этого надо смотреть, перекладываться либо из банков в банк, либо из депозита на депозит. То есть у людей, которые вот приличные там суммы, да, миллионы там, им вообще проще воспользоваться услугой там какого-нибудь консультанта, которому он небольшие денежки будет приплачивать. И тот что-то будет вот так все делать. И сам он получит выход на московскую межбанковскую биржу. Вы там, пожалуйста, можете эти ОФЗ там купить. Если очень хочется. Но преимущество в том, что вы на бирже ОФЗ можете купить, и тогда, когда вам деньги понадобятся, их продать. А не ждать 3 года. А не ждать 3 года, да. То есть эта гибкость очень большая. Но не для всех все-таки биржа. Ну, естественно, да. Но остается буквально несколько минут до завершения программы. Невозможно не задать финансовому эксперту этот вопрос. Мы видим рост курса доллара на прошлой неделе. И некоторые эксперты говорят, что он продолжит укрепляться и дальше. Можем ли мы спрогнозировать, до каких уровней он может укрепиться к началу лета, например, или к концу года? И что сейчас является основными драйверами роста цен американской валюты? Ну, рост доллара это сильно, в общем, скажемо, да. То есть там, условно говоря, ну там, в начале прошлой недели там вырос он с 56 до 57.40. А к концу недели он уже обратно вернулся на 56.20, да. Ну, это такие колебания в пределах там полутора процентов. После того, что произошло там в конце 2014 года, в начале 2015 года, когда курс изменялся за день там на 10, на 15 процентов, да. Я считаю, это там абсолютно спокойная ситуация на рынке валюты. Абсолютно спокойно вот эти колебания в пол процента, даже в полтора процента. Если мы даже посмотрим на валюты развитых стран, да, например, там, евро, доллар, японская иена, фунт, то даже в этих валютах в некоторые дни происходят вот такие движения по проценту, по полтора. То есть это абсолютно спокойная ситуация. То, что касается перспектив, то, естественно, основной драйвер для рубля, как он был, так он остался, это цены на нефть. Второй драйвер – это платежный баланс России. Ну, условно говоря, сколько пришло валюты и сколько ушло. Вот. Если баланс положительный, то это положительно для курса рубля. Если баланс там сужается, сжимается к нулю или там становится отрицательным, это обычно приводит к некоторому ослаблению. А что мы сейчас видим? Вот все-таки в перспективе этого года можем как-то говорить и прогнозировать? Ну, я думаю, что сейчас основное ожидание, основное событие, к которому нужно привязываться, это заседание в конце мая ОПЕК, на котором, как пока заявляют участники ОПЕК и страны не ОПЕК, которые в конце прошлого года заключили соглашение о сокращении добычи нефти, что они пока заявляют, что они хотят продлить это соглашение. В принципе, оно выгодно для всех участников. Вот. И, то есть, вы сокращаете добычу немножко, а цены выросли на 20% на них, да? То есть, вы, ну, существенно получаете прибыль для бюджетов этих стран. Вот. Поэтому я думаю, что вот то, на что будут смотреть, это в конце мая вот это заседание ОПЕК, где вот будет принято или не принято там это решение. Но, с моей точки зрения, оно будет принято. Вот. И мне кажется, вот, что там плюс-минус такие цены там на нефть в районе там 50 плюс, они, ну, по крайней мере, в течение года, ну, до конца года или в течение года, они такими и будут оставаться. Ну, и, соответственно, рубль там будет меняться, наверное, в диапазоне. Ну, я не вижу там, если вот так большие какие-то, смотри, там границы, то я, например, не думаю, что он там сможет очень существенно надолго задержаться там в районе ниже 55 рублей к доллару и подняться значительно выше там 61. То есть вот такой диапазон 55 на 61, я думаю, вот такой будет. Спасибо. Мы говорили с финансовым экспертом, с начальником отдела по работе на фондовых рынках Вяткобанка Михаилом Котловым. Твоё особое мнение сегодня звучало. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.